И всем привет ребят, с мастербанкой я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен тесту одного очень интересного устройства, которое у нас было в челлендже, который я уже благополучно прошел. И это устройство называется плазменный дизраптор, дидруктор даже если правильно. Сегодня протестируем это замечательное устройство, которое на твенсе наносит статус эффект подавления. Ну и посмотрим, насколько оно будет эффективно в матчмейтинге. Я честно его уже тестировал, пробовал, мне оно понравилось. Единственное только, у меня лично до сих пор остался вопрос в голове, лучше ли это устройство винсас Эмми. Но наверное это по большей части зависит как раз таки от того, какие иммунитеты используют противники атак. С точки зрения того, что это устройство с подавлением и подавление в матчмейтинге, в захвате флага в регби, оно максимально актуально по моему мнению. То как раз таки это все дело должно работать и должно работать эффективно. Если вам нравится, ребят, игрового формата видеоролики с обзором как раз таки устройств и с челленджей, то обязательно не забывайте поддерживать данное видео с лайком. Ну и писать в комментариях, что подобные темы вам интересны, актуальны. Ну и можно еще конечно же тоже сверху конечно же подписываться на наш канал. Так, ну а мы пробуем разыгрывать. Наш твинс запикивает нас на серпухов. Каждым выстрелом у нас наносится статус эффект подавления. Хотя если честно, я раньше думал, что с этим твинсом не каждым выстрелом наносится подавление, а только критами. Ну и по дрону мы сегодня используем гипериона. Гиперион в последнее время на таких комбинациях, после как раз последнего обновления, мне очень сильно нравится. И нравится на, ну очень большом количестве разных вооружений. Поэтому здесь для меня лично вопроса никакого нет. Противник начинает минировать левую зону. Но это значит, что мы сейчас как раз таки будем пытаться заходить, наверное, с другого фланга. Наша задача увести здесь флаг, как минимум один, ну либо же вообще постараться выиграть эту катку. Посмотрим, куда наш противник будет здесь увозить. Стараемся, если что, здесь вернуть. Единственная, наверное, проблема в том, что у этого твинса как раз таки есть сплэш урон. С одной стороны это, конечно, может вам сыграть в плюс, но с другой стороны это может сыграть и в очень большой минус. Также из плюсов от твинса в матчмейкинге довольно маленькое количество резистов берут. Ну и с такими статус эффектами оно может себя очень неплохо показывать и реализовывать. Главное держать среднюю дистанцию. Плюс после обновления как раз таки дистанция стала еще больше у твинса, у рикошета и у молота. Поэтому есть возможность реализации всего этого дела. Постараемся сейчас увезти как раз таки на центрик. Наш флаг никто не увез. Соответственно есть возможность доставки. Отличная раздача овердрайва от тиммейта. Ну и мы делаем первую доставку флага. Супер. Пока что все супер, при том, что это было все дело реализовано без овердрайва. Сейчас у меня уже появляется овердрайв. Также мне очень сильно нравится то, что от как раз таки подавления у нас очень мало резистов, вернее не резистов, а иммунитетов используют игроки в матчмейкинге. И как раз таки возможностей становится еще больше на всю эту реализацию. Дождемся сейчас аптечки. Раздадим овердрайв. Ну и попробуем сыграть на страховочку нашего тиммейта, либо же на благополучный соло увоз. Так, очень много в тайминг 1 залетает урона. Но расстояние вроде как у нас уже появляется. По мне сводочка залетает от скорпиона. Хантер влетает в меня. Благо он влетел без добавки урона и меня паладин сумел отхилить. Ну паладин конечно здесь в рамках CTF супер хорош. Ему еще и сделали меньший кулдаун овердрайва. И теперь его можно еще круче реализовать. Вообще для меня, что в регби, что в CTF это лучший дрон для, вернее не дрон, а корпус для увоза флагов. И поэтому я считаю, что здесь с такой комбинацией он себя прям супер круто будет показывать. Наши тиммейты... А, нет, не увозят. Мне показалось, что флаг-то уже спрыгнул и увозится. Блин, поторопился я немножко. Можно было более аккуратно падать, либо с раскруточкой. Но флаг снизу пока что остается. Тиммейты сумеют ли подобрать? Да, есть подборчик. Хорошо. Если что, подстрахуем сейчас нашего тиммейтика. Пытаются вести. Викингарик вжимает овердрайв. Ну и это походу, да, возврат. Наш шафт почему-то целился не во флаг, а куда-то целился далеко вперед. И берут резисты от Винса. Целых три резиста уже появляются. Два, конечно, там маленьких. Ну и одна песяточка. Попробуем сейчас заехать отсюда. Мин я уже не вижу от противника на базе. Вижу, что рикошет здесь готов меня смотреть. Ну, пробуем разыграть чуть-чуть по другой траектории. Аптечку вжимаем. Овердрайва у меня, к сожалению, нету. И даже с небольшим кулдауном на как раз таки аптеку все равно я не успел раздаться. И противник еще и увез флаг. Плохо, плохо, плохо. Плохо. Будет потная катка по ощущениям. Мне желательно, конечно, еще бы подконтролить центральный овердрайв. Вот как раз таки он и падает. Пробуем сейчас его забрать. И потом уже сыграть. Под это все дело. Где-нибудь с фланга, если зайдем, будет шикарно. Расходку не сбивают. Я играю практически всегда с иммункой как раз таки от пробития. Но у нас уводит еще один флаг. Плохо, очень плохо. Очень плохо. Очень плохо. Успею ли я что-либо сделать? Будем пытаться сейчас раздаваться здесь. Но успеваю ли я влететь? Вопрос хороший. Успеваем, не успеваем? Блин, не успеваем. Еще и аптечку не прожрал. Еще и овердрайв профукал. Плохо. Очень плохо. Винс, я, конечно, показываю очень неплохо. Такой комбинации, особенно когда иммунки есть у противника от Эмми. И ты берешь как раз таки с подавлением все это дело. Можно бы сейчас посмотреть по резисту. Может быть лучше что-то переодеть. Скорпиона я против вижу. Даже двух скорпионов. Я вижу рикошета и видел гауссов. То есть мне нужен резист от грома. Мы берем резист от рикошета. И все остальное оставляем как есть. И спробуем сейчас заходить через лево. Жестко по минам работает у нас вражеский магнум. Ну и здесь все что я могу сделать это хотя бы просто чуть поненосить урон. И меня уже благополучно сливают. Плохо. Пока что все очень тяжело. 30% овердрайва. Сейчас должен падать уже овердрайв. Следующий на центре. И пытается противник увозить еще один флаг на центре тоже. Под него летит шар. Я не могу выпушивать типа. Мне просто два гаусса влетают в кабину. И благополучно меня сливают в очередной раз на рез. Еще один шар добавляется от противника. Происходит флаг сервера. У противника скидывается флаг. А нет, не скидывается. Не показалось. Показалось, что скинулся флаг. Так, за счет подавки, конечно, отлично можно отключать дополнительные припасы противнику. Если он играет как раз таки с дроном по типу того же кризиса, броненосца, бустера, ловкача и так далее. Все, что можно отключить, все очень эффективно работает. Так, но я не знаю, как здесь увозить, честно говоря, не знаю. Гаусс противника пытается мне сводочку дать, но не успевает. Оттечка у меня есть. Пробуем ее прожимать. А вот как здесь увезти? Вопрос хороший. Так, пробуем давайте по бровочке. По самой широкой траектории у викинга обжимается. Сейчас вожмется овердайв. Меня, наверное, нет. И вожмется, и вожмется. Отлично. Нет, не отлично. Боже, сколько урона влетает от противника. Это просто жесть. Столько урона влетает. И как здесь выигрывать, я вообще не знаю. Пытаются наш тиммей сейчас отвести флаг. Плюс здесь есть викинг на центре. Попробую я еще в подбор сыграть. Попробуем отвести чуть подальше. Главное, не в минус. Отлично. Изида страхует. Изида страхует. У меня плюс есть дополнительная аптечка. Хантер влетает! Благо наш тиммейт подбирает флажок. Блин, как я его не видел вообще. Супер, шикарно наш тиммейт ставит. Но это очень плотный бой. Очень плотный боечек. Намечается у нас. Хантер забирает оверку на центре. Чуть-чуть дефа нашей команде надо. Если ребята будут дефить, то как раз таки... Будет возможность у меня на увоз. Если наши тиммейты будут дефить... То что-то где-то появится. Инфоцовка. Так, есть у меня овердрайв. Попробуем сейчас его, наверное, здесь прожать. Пожимаем овердрайв. Викинга Рик не должен здесь ничего нам делать. Отлично, забираем его. Пробуем увозить. Пробуем увозить. Пробуем по себе тоже дамажить. Ничего страшного в этом я не вижу. Пробуем уходить по самой аккуратной траектории. И... Расходочка. Вот вам, Гиперион, вот вам. Было бы я сейчас наловкочаюсь, ехал бы уже без расходки. Да, может быть, побыстрее, но без расходочки. Тиммейты, возврат, есть! Есть! Контактик Супер 4-3. Боже, какая это потничка. Потничка как конкретная. Но вот этот вот Твинс подавый как раз-таки мне дал возможность слить Викинга Рикошетов у противников. Если бы я был бы на другом устройстве, даже если бы я был бы на Эмме, мне кажется, что я бы его мог бы не забрать. Он бы в меня раздал бы овердрайв, и я бы просто мог улететь на рез. Так, 4-3. Противник пытается увозить. Увозит или не увозит? Да, увозит на центр. Есть ли возможность слить его? Ну, тиммейты. Урон, 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 урон! Нет, не хватает никакого урона. Овердрайв сейвит под меня Хантер. Благо, хоть тиммейты неплохие попались, но... Все равно, я не знаю. Ну, давайте жмемся. Жмемся, пробуем. Пробуем по аккуратным траекториям заезжать. Сейвимся чуть-чуть. Сейвимся. ХПшечка, хПшечка, хПшечка. Отлично. Викинг думает, что я уже умер, а я на самом деле тоже вее всех живых. В меня улетает урон, но нам это не помеха. Мы улетаем! Мы улетаем! Не кидай по мне урон, пожалуйста, братанчик. Так, викинга смока здесь на центре. Надеюсь, ни у одного викинга противника нет овердрайва. Если там будут овердрайвы какие-то, то может габельная залететь. Так, аккуратно, аккуратно. Викорик может меня забэмсить. Отлично, отлично. Он разряжает весь баллон. Но страховочка, страховочка, страховочка. Есть контактик 5-4. Блин, ну как же это сложно. Так, можно чуть-чуть от дефчика сыграть. Здесь у нас уже противник раскатывается сзади. Давайте попробуем чуть-чуть от дефа покатать. Пока у меня овердрайва нету. Я думаю, что шансов без оверки как раз таки увести будет крайне мало. Викинг вражески влетает. И еще один викинг влетает. Блин, плохо, 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 плохо. Так, надо тебе зареспить его. Зареспить, 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 зареспить. Ну, кто-то, кто-то урон добавит, добавит. Офигеть, дальность какая вот венца. Есть контактик, ну. Еще, 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 еще. Урон, урон, урон. По Хантеру бы что-то, 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 что-то забэмсить. Еще один Хантер овердрайв вжимает. Блин, ну это прям суперплотная каточка. 5-5. 5-5. Три минуты до конца. Блин, ну я не знаю. Я не знаю. Надо что-то пытаться на атаке делать. Но противник залетает к нам на базу. Там викингарик опасный. Было бы неплохо вообще его встретить. По-хорошему. Здесь еще вика смака есть. Давайте попробуем чуть на пассиве чуть сыграть. Можно было и заезжать в атаку. Но до овердрайва бы сыграть аккуратно. Отдефать флаг. И попробовать зайти в атаку. У нас есть и Хантеры, и в дефе, и викинги с овердрайвами. Которые, ну, будем надеяться, что задефают свой флаг. Я еду через лево. Попытаюсь увозить. 2 минутки до конца. Наш противник. Противник увозит флаг? Блин, плохо. Очень плохо, очень плохо, очень плохо, очень плохо. Там, блин, молодой едет. Сзади он же мог страховочку сделать какую-то. Гаусс на сводке. Офигеть, боже. Как урона влетает. Наши тиммейты возвращают. Отлично, 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 отлично. Попытка, попытка, попытка. Есть, раздачка овердрайва. Мины. Нет. Сука. Какую траекторию я плохую выбрал. Еще и овердрайв весь всосал. Пытается противник еще сейчас увозить. Ладно, здесь, благо, наверное, увоза не будет. Благо, наверное, увоза не будет. Офигеть, как они борются до конца. Хар влетает в центр. Хантер влетает без овердрайва. Все, дэвчик, 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 дэвчик. Чуть-чуть дэфа, чуть-чуть дэфа. Хорошо, наши тиммейты от дэфа. Овердрайв на центре. Возможность моя. Возможность кэшбэка. Давай, давай, давай. Блин. Блин, это был мой кэшбэк. Это был просто мой кэшбэк. С которым я бы мог сейчас уреализовать всю эту комбинацию. Блин, ну как же там много было мин. Я ни за что не мог подумать, что там могут быть мины. В таком месте викинг пролетает мимо меня. Пытается увозить 50 секунд до конца. Не, нельзя, 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 нельзя. Нельзя дать флаг. Нельзя, дэвчик, 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 дэвчик. Но здесь уже дорабатываем. Здесь уже, я думаю, что шансов увозить нет смысла. Надо работать на 5-5, чтобы не всосать этот бой. Поэтому чуть-чуть дорабатываем, надэфим. У противника еще есть пару возможностей, пару заходиков. Викинг овердрайв имеет. Но сбиваем ему возможность раздачки этого овердрайва. Еще один викинг на подборе. Но отлично, его задэфили, все. 20 секунд до конца, это ничейная катка. Блин, какая же тяжелая каточка. Да, но комбинация прям шикарная. Комбинация прям шикарная. Очень хорошая комба для CTF. Если еще с саппортингом дополнительным играть, то можно очень некисло ее реализовать. Берите себя на заметку. Если до сих пор думаете покупать челлендж, покупать боевой пропуск или нет, то я вам бы советовал бы, конечно же, его приобрести, чтобы получить это замечательное устройство себе в гараже, чтобы у вас на Twins было как минимум еще одно альтернативное хорошее устройство. Потому что в моем понимании лучшее устройство сейчас это магнетрон. Ну а вот плазменный дизраптор, именно Twins с подавлением. Это альтернатива адекватная, качественная и грамотная вот этому замечательному устройству. И с ним есть хорошая возможность реализации вашей комбинации. Пишите, что вы думаете по поводу этого Twins'а, по поводу боя в целом. Поддерживайте данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и, конечно же, не забывайте про текст создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте Кима личный, так это текст МП. Устанавливайте его, поддерживайте меня, участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Итоги этого розыгрыша уже будут буквально через полторы-две недели. Поэтому участвуйте. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.